Всем добрый день! Приехала на дачу, хочу обрезать метельчатые гортензии. Обрезаю я их всегда осенью, потому что боюсь пропустить этот период весной, что уже начнется сокодвижение, и метельчатые гортензии не смогу обрезать. Поэтому сейчас приступлю к обрезке вот этих метельчатых гортензий. Ну и всех остальных пройдусь по участку, буду все обрезать обязательно. Погода, пока нет дождя, это вообще самое лучшее обрезать, пока нет дождя. Хотя, по прогнозу, дождь каждый день обещают, но небольшой плюс. Снега нет, укрытия мои стоят открытые обязательно. Еще не все плодовые я укрыла, там вдалеке стоит персик еще не укрытый. Его еще рано буду укрывать, когда уже немножко, скажем, минусовые температуры будут. Обрежу обязательно вот эту метельчатую гортензию. Ну, возможно, я с нее сейчас и начну. Это у меня фантом метельчатая гортензия. Она на штамбе. Штамб я просто обматываю тоже и вместо прививки обматываю спанбондом. Саму прививку еще дополнительно здесь закрываю вот это место мешковиной. Оно все равно, конечно, трескается. Мороз-то все-таки сильный зимой. Но пока гортензия держится, цветет. Шапочки у нее в этом году были не очень крупные, но у нее и веточки, если посмотреть, достаточно тоненькие. Обрезать я буду вот на две почки. Я, скорее всего, буду на три почки обрезать. И посмотрю, как она перезимует. Оставляю буквально сантиметр и обрезаю. Тоненькие я обрезаю. Внутрь у меня, особенно здесь, куста, не идут ветки. А если даже идут, я оставляю. То есть целью, чтобы у меня вот эта гортензия, она формировалась таким шариком. Одно время было очень много веток сюда наклонено. И поэтому я специально оставляла больше. Даже если идет в центр куста, я оставляла эту ветку. Вот, видно, вот эту я оставляла. Она сюда идет, в эту сторону, чтобы формировать шар. Вот такие тоненькие я обрезаю. Со всех сторон. Листья уже облетели у гортензии. И на деревьях тоже уже листьев нет. Уже деревья голые. На три почки. Весной я подкорректирую, если мне что-то не нравится. Или что-то, скажем, замерзло. Вот так вот. Вот, примерно так. Вот такие тоненькие нет смысла оставлять. Шапочка совсем будет у нее маленькая. Если будет лучше, пускай растут новые побеги. Вот так я оставляю метельчатую картинку. Все, шапочки сейчас я эти все далеко убирать не буду даже. Прикрою здесь метельчатой гортензии. Такое вокруг. Оно не помешает. Я сюда добавляла удобрения для гортензий. Вот так вот я сейчас сформировала свою гортензию на следующий год. И продолжу с другими метельчатыми гортензиями. Подхожу я к своей метельчатой гортензии. Это у меня Lime Light. Она растет кустом. Хорошо очень растет. Вот такие у нее стволы большие. Здесь был прирост большой. Ну вот много тоненьких. Поэтому их, конечно, я тоже сразу обрежу. Буду оставлять вот в основном такие. Укрывать ничем не нужно. Что пропустила. Вот эту веточку я оставлю вот на такой высоте. И приступлю сейчас вот к обрезке. Укрывать ничем. Не буду обрезать очень коротко. В основном на три почки я. Хороший дает прирост Lime Light. Вообще, в принципе, это сильно растущая метельчатая гортензия. Хорошо она растет. Здесь, конечно, растрескался вот трещиной и в сторону. Но он мощный. Мощная веточка. Сильная, хорошая. Много на ней цветов. Я пока ее оставляю. Растет она у меня вдоль забора. Здесь посажены туи. Вот таким образом я ее сейчас сформировала. Не очень короткие и не очень длинные. Такой средний длинный оставила. Для того, чтобы она мне дальше давала от этих побегов новые. Просыпались, чтобы почки и были новые побеги веточки. Продолжение следует...